Эти 450 миллилитров могут спасти чью-то жизнь. Именно столько крови забирают у донора. Но прежде чем им стать, необходимо пройти проверку и сдать анализы. Человек должен быть абсолютно здоров. Только тогда он сможет помогать другим. Ну очень много нуждающихся людей в донорстве. То есть люди, у которых есть необходимость получать донорскую кровь. Просто недавно видел аварию, и там много было пострадавших. И как бы меня вот это сподвигло на то, что все-таки много очень людей страдающих. Николай Иванович уже несколько лет считается активным донором. Сдаёт кровь не менее четырёх раз в год. Иван тоже не отстаёт. Уже три года приходит на станцию переливания крови. Сегодня сдаёт тромбоциты. Считает, процедура не вредит здоровью. Наоборот, она полезна. Самочувствие намного лучше стоит. Голова не болит. Лучше намного лучше себя чувствует. Кроме тромбоцитов, на станции переливания берут плазму. Получают её специальным образом. Кровь отправляют в центрифугу. Закладывают туда пакеты с кровью. Центрифуга крутится, отделяется. Плазма остаётся вверху. Эритроцитная масса внизу. Плазму замораживают, а потом отправляют в хранилище, где при температуре минус 25 градусов она хранится. Плазму используют для изготовления иммуноглобулина, лекарственных препаратов и для переливания. В больницах постоянно нужны и плазма, и кровь, и её компоненты. Сдать их можно в любой будний день. Для тех, у кого нет такой возможности, существует донорская суббота. Всероссийская донорская суббота проводится один раз в году. Первая суббота августа. Приглашаем всех доноров прийти сдать кровь. Те, кто не могут прийти сдать кровь в будние дни. Желающим поучаствовать в субботней акции лучше уже сейчас сдать все необходимые анализы. В этот день станция будет брать только кровь. А донорам плазмы можно будет отдохнуть.